Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы прокачиваем гидравлические тормоза на Shimano Stealth 760. Ну, короче, точно название тормозной системы будет в описании. Shimano и так далее. Соответственно, для этого нам понадобится, значит, мы будем все это делать в домашних условиях. Вот в соседней аптеке взял, значит, два шприца на 20 миллилитров. Вот один шприц, вот второй. И, соответственно, взял, значит, капельницу. Вот, все это, весь этот назор вместе стоил мне в 100 рублей в ближайшие аптеки. После чего нам понадобится масло, значит, на велосипеде Stealth масло, значит, обычное масло, никакой там дополнительной системы нету, какой-то сверхкрутой, просто масло для гидравлических тормозов. К сожалению, в соседнем магазине не было Shimano, поэтому я взял просто обычное, значит, вот такое вот масло. Короче, сказать, что должно подойти, но опять же, все это проверю. Итак, ну и после чего вот тряпочки необходимы, чтобы масло не текло. И, соответственно, ключик вот такой вот, у меня набор, значит, Xiaomi, ключик называется H2. И, опять же, если он наведется, H2, ну, короче, я думаю, что перебором вы подберете. И еще один ключик, кстати, сейчас забыл его взять. Второй ключик понадобится CR-V3. Ну, опять же, подбирайте все по, значит, по размеру, просто подходит, не подходит. Итак, друзья, прежде всего, что мы должны сделать? Мы должны, значит, открутить вот здесь вот болтик, вот сверху, соответственно, вот этим ключом Xiaomi откручиваем здесь. И вставляем сюда, кстати, не потеряйте, здесь, вот уже пузырьки пошли, здесь есть резиночка, вот такая вот. Я ее надеваю сразу же на винтик, чтобы не потерялось ничего. Сразу же вот так вот. И, друзья, вкручиваю сюда один из значительных шприцов. Вот, беру и просто вот так. Короче, вставлен. Здесь уже течет черная жидкость. Следующий, следующим номером нашей программы мы откручиваем вот здесь вот. Вторым нашим ключом мы откручиваем вот здесь. Достаем капельницу. Второй шприц. Так, все открылось уже. Так, капельница. Так, с какого конца ее? В результате я думаю, что с этой, с этого конца. Так, тут не достается. Попробуем здесь. И откручиваем. Откусываем, точнее, небольшой кусочек. Вот примерно такой, кстати, я оставил вот здесь вот. Потому что, думаю, может быть, так лучше будет надевать. Здесь, друзья, снимаем резиночку. Снимаем резиночку. И вот этот, вот эту резинку будем, кстати, вот так вставиться. Нет, нет, он так не вставится. Короче, отрезаем и поехали дальше. Итак, друзья. Вот отрезал, значит, вот такой кусочек. И, соответственно, надеваю на шприц. К сожалению, не совсем подходит по размеру. Поэтому надевается не совсем легко, не совсем просто. Ну, а вторую часть вообще надо будет вот эту вот часть немного нагреть. Соответственно, чтобы она туда нормально зашла. Вот. Так что вот так вот, если у вас есть зажигалка, просто подогревайте и туда вставляйте. Вот здесь мы убрали заглушечку, еще раз повторяю, вот здесь, отсюда. И, соответственно, откручиваем вот здесь. Ну, что, друзья, вставляем наш шланчик, надеваем сюда. Я его чуть-чуть расширяю. Все равно он тяжело надевается. Вот так вот. так вся с огромным трудом надел эту резиночку сюда после чего значит откручиваем здесь и соответственно все можно жидкость пошла и она должна будет выходить другой стороны он она пошла другой стороны сейчас как всегда ни черта не видно какой-то космический ракурс с которого вообще ничего не видно но поехали прокачиваем оттуда выходит грязная жидкость черная ну короче прокачиваем до тех пор пока не пойдет хорошая жидкость точнее это как бы масло но смотрите сколько все черное черное идет о и вот оно пошло друзья вот оно пошло фух вот нормальное пошло как это и было необходимо теперь друзья сюда все внимание сюда после чего закручиваем здесь все вот так на не сильно но и вот достаем наше устройство вот оно после чего наш винтик берем вот это с резиночки который там сверху был и достаем нашу приспособу и вкручиваем вот с такого ракурса надеюсь все видно будет не закручиваем чем выбираем так чтобы нас не пролилось заткнул о появилась взять усилия вот что было бы конечно он пудрюк опа ну короче все намного лучше стало работать мы можем закручивать есть и не сильно все не прямо ну короче вот так вот и теперь тормоза работают друзья вон если они были за уходили до этого полностью то теперь все работает сейчас извините ну и теперь остается нам все отмыть очистить от масла потому что на колодке конечно же у меня масло не попало здесь кстати предупреждали о том что масло попадет может попасть вот но если честно я как-то не попал вот масло на масло и соответственно теперь вот это вот замечательная тряпочка все надо очищать отмывать ну вот и соответственно не забыть друзья самое основное это не забыть значит сюда вставить вот эту нашу резиновую заглушку кстати очистить все тут от масла так чтобы главное не попало масло на колодке и короче суда вот так вот затычку суда вот она здесь что она будет хорошо держаться вот так вот друзья ну и натираем других местах то же самое и тормоза еще раз повторяю работают ура ну и вот продемонстрирую вам что раньше если они прямо находили то сейчас вот нормально теперь прямо чувствуется оп 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 что здесь кстати вот так вот и здесь вот так вот так что друзья вот так вот конечно же можно еще раз ставить сюда значит и понажимать да но это мы сейчас посмотрим может сейчас так и сделаю чтобы вы еще больше смотрите так ход большой все еще ну посмотрим